А сейчас я рискую, по сути, да, в принципе, я мог уже драться за титул, но я попросил больше времени мне, чтобы подготовиться именно к титульнику и дать промежуточный бой, чтобы подраться 3 по 5. 5 по 5 все-таки сложнее, другая подготовка. Поэтому я рискую, но я надеюсь, что не напрасно это делаю. Я никогда своих соперников не считаю проходными. Ни один соперник не может быть проходной, потому что он выходит в клетку, он заряжен, он выходит драться. Если ты недооцениваешь его, то ты можешь с этим поплатиться. Тем более этот соперник победил Олега Додонова, нашего друга, который трянулся в нашей команде. И Олега Додонова не просто победить, а он это сделал, причем сделал единогласным решением. Да, там Олег подошел не в очень оптимальной форме, но он все же проиграл. И поэтому он не проходной. С одной стороны я на пике, с одной стороны я развиваюсь, у меня победная серия, все отлично. Я кайфую вообще от этого дела. С другой стороны это весогонка, это моральные какие-то переживания, хочется немножко расслабиться, развеяться, потренироваться в удовольствие, понимаешь. Султану Ахмедову не очень получилось. Я очень много качался, я был зажат, мне не получилось ударную технику свою навязать. Но с другой стороны я в борьбе добавил, и у меня в борьбе все получилось. И сейчас я надеюсь, что я выиграю этот бой. Выиграю красочно, потому что всегда стараюсь это сделать. И к следующему уже у меня будет больше времени подготовиться, я нормально восстановлюсь, нормальный план себе рабочий поставлю и будем забирать титул. Да, ну финансовая составляющая есть. Финансовая составляющая, конечно же, не одну из главных ролей занимает у бойцов, потому что нам тяжело. Но мы ищем поддержку, наш клуб ищет давно поддержку. Я, если ты видел, постоянно в интервью говорю об этом, чтобы именно нашему клубу помогали. Потому что у нас не очень условия, но мы показываем результаты. И как только к нам придут спонсоры, то тогда мы начнем еще больше показывать результаты и будем выступать еще сильнее. Да, и поэтому каждый бой я стремлюсь получить бонус. Стараюсь, и этот бой не исключение. Для меня одна из мотиваций бонус, тем более он сейчас в М1 увеличился. Поэтому либо бой вечера, либо нокаут хочется сделать. Болячку пока не загадываю. Но, конечно, хотелось бы большего, да, с точки зрения финансов. Там, может быть, какие-то подарки. Но я считаю, что я всего добьюсь сам, все это заработаю. И стараюсь не отвлекаться на это. Да, я смотрю, там, одному машину подарили, другому денег дали. Ну, значит, не судьба пока мне получать подарки. И в М1 когда-нибудь мне тоже кто-нибудь что-нибудь подарит. Да, травмы есть. Ну, а что делать, в принципе? Если ты подходишь к бою и у тебя ничего не болит, значит, ты плохо готовился. Так что я, в принципе, стараюсь не обращать на это внимание. У меня постоянно такое, что я, когда подхожу к бою, какая-нибудь возникает неприятность. Я уже стараюсь на это не обращать внимания. Это сделало меня сильнее. И не поможет Ордасу ничего. У меня первый бой был с Де Фатимой. Я заболел. У меня была температура 37-38. Я плохо себя чувствовал. У меня уже началась паника там. Я уже не знаю, что делать. Но переговорил с тренерским составом. И пришли к выводу, что выходи и делись. И там уже будет как будет. Я вышел. И в первом раунде сделал свое дело. У меня все получилось. С Пирерой. И я за неделю начал кашлять. Я кашлял. Я динагаляции делал серьезные. У меня прям... Опять же. Опять же вот такая фигня. То есть каждый бой. С Султаном Ахмедовым плечо воспалилось. Также не имела рука правая. У меня там протрузии. И поэтому для меня это не ново. То есть как бы... Если подхожу нормально к бою, наоборот, я начинаю думать, так, что-то не то. Все хорошо, все идеально. Да? Да. А что нам не привыкать на самом деле? Мы выросли с одного подвала. Сейчас перебрались в другой подвал. Уже получше. Ну ты видела. И я думаю, что в принципе все здесь. Все идет отсюда и отсюда. И главное, чтобы была сильная команда. У нас это есть. И все нормально. Мы вырастим. И будем чемпионами. Я не сомневаюсь в этом.